Здравствуйте, уважаемые телезрители! На АТВ программа «Золотые перья» это завершающий выпуск в этом году нашей программы. Я с удовольствием представляю гостю нашей студии. В качестве «Снегурочки» сегодня золотое перо газеты «Молодежь Бурятия» Ольга Аносова. Здравствуйте, Оля! Как мы с тобой договаривались, никакого негатива, только позитивные материалы, которые молодежка представила в этом номере. О негативе не хочется говорить. Праздники у нас совсем скоро осталось четыре дня. Мы подвели итоги в этом номере. Все подводят итоги, традиции. Мы подвели итоги. В итоге были разные. И негативные, скажем так, и позитивные. Слава Богу, позитива у нас больше. Это замечательно. Давай на этом чуть подробнее. Сильно подробно я не буду рассказывать. Мы просто сделали несколько номинаций от себя, от молодежки. Номинации года, скажем так, награды года какие. Это мы присудили несколько наград к лучшим предприятиям республики, которые получали в этом году признание, получали премии. Ну, в том числе, там, 100 лучших товаров России, по-моему. Да, да. Лучший детский сад у нас есть, лучший лицей. Ну, в общем, итоги очень положительные. Потом, ноу-хау года. Мы научились. Бурятия вышла, скажем так, на международный уровень. Училась производить искусственную кожу. Это, мне кажется, огромное достижение для нас. И итог очень замечательный. Искусственную человеческую кожу. Искусственную человеческую кожу, да. Были взлеты, были падения. Но обо всем этом мы все вспомнили, да, какие-то моменты. Были смешные моменты. Может быть, не очень приятные, допустим, падения нашего дрона, да, но который в итоге все-таки полетел. Не с первого раза, конечно, но... Но обо всем не рассказывай. Надо, чтобы интрига сохранялась, чтобы люди купили газету и прочитали вот эти все материалы. Поехали дальше. Да. Самое интересное, конечно, читать и вспоминать, как этот год прошел. Да. Ну, потом мы решили посмотреть на то, как у нас развивается бурятская культура. И написали очень интересную статью о том, как в городе Казань проходил международный фестиваль учащихся и студентов по литературам народов России. На этот фестиваль съехалось более двух тысяч человек. Это вот дети, студенты. И они рассказывали именно о родной литературе, да, рассказывали на родном языке. Это вообще вот этот фестиваль, надо отметить, да, он, наверное, первый такой вот масштабный именно по национальной литературе народов после вот постсоветского времени. Потому что не было таких фестивалей. И наши там не ударили совсем в грязь лицом, насколько я знаю? Победили, да. От нас ездил Арсалан Нанзатов, ученик Можайской школы Иранинского района. Он занял второе место в финале. Это вообще очень большое достижение. Кроме Нанзатова, у нас ездили еще Тамир Будожапов. Он одиннадцатиклассник из Республиканского лицея номер один. Воланде. Санжима Доржиева, десятиклассница Кижингинской школы. И шесть студентов БГУ, восточного отделения. То есть ребята показали, на что наша республика способна? Они показали, на что способна республика. И показали то, что Брятии ценят свою культуру, свою классику, литературу, развивают ее. И что у нас подрастает достойное поколение, которое будет этим заниматься. Самое главное. Замечательно, конечно. Это будущее нашей республики и, соответственно, нашей страны. Да. Ну и в конце. Ну в конце, конечно, тоже традиционная, можно сказать, рубрика здоровья перед Новым годом и после Нового года очень актуальна. Статья называется «Все за стол и семь ошибок новогоднего стола». О! То есть мы привыкли к тому, что переедание за новогодним столом, слишком много выпили, допустим, да, у некоторых есть такая проблема, ну и прочее. Мы решили рассказать, вот побеседовали со специалистами Центра молекулярной диагностики в Москве от Роспотребнадзора. Они нам рассказали подробно, как избежать ошибок, как здоровье сохранить и при этом очень весело отметить Новый год и не отказывать себе ни в чем. — Замечательно. И главное, не смешивать напитки, насколько я знаю, сейчас об этом пишут везде все, и федеральные в том числе, и газеты, и каналы, и ленты новостные. Оля, огромное спасибо. Я хочу завершить наш сегодняшний разговор и особенно вот то, что касается стола, да, такой чисто российской притчи, да, что слабые засыпают в салате, сильные в десерте, а нормальные на подушках. — Спасибо огромное за участие в нашей программе. Спасибо, что всегда откликаетесь на наше приглашение. Хочется пожелать, чтобы вся редакция, ты в первую очередь, молодежки, оставались всегда молодыми и красивыми. — Спасибо. — Спасибо вам, уважаемые телезрители. Я напомню, что гостей программы «Золотые перья» был «Золотое перо молодежи Бурятии» Ольга Носова. Я, Владимир Банчик, обращаюсь с вами. Хорошего вам Нового года. Увидимся в Новом году. Субтитры подогнал «Симон»!